Ребята, всем огромный привет! Не думала этого делать, но все-таки есть тема, есть еще одно видео у Самвела на канале. И все увидели уже такая она жареная и горячая. Я решила с вами побеседовать на эту тему и обсудить, да, что произошло, какой разлатый скандал у Самвела с Надей. Кто прав, кто виноват, вы свои комментарии, конечно же, оставите под моим обзором. Но в самом начале вижу, поехали красивая кататься, мадамы, то есть девчатка с палочками, но при хорошем настроении, при таком замечательном водителе, как Севка, колясик сопровождающий, наши дамочки собрались на променад, куда повез их Самвел. На эти камни, на эти скалы, ручейки, красота, вода, люди купаются, смотрю на мамашу и думаю, ну ладно, Надюха, платится как платится, мамка, куда ты ехала? Что с вами, люди добрые? Лито на дворе, жара страшная, вижу, все раздеты. Лето на дворе, черное, товстеленное платье, рукава жемчугом расшитие. На шеюши нытку жемчуга кинула, боже, красопета. И вот эти вот сандалики, сандалики из детского садика, беленькие. Ребят, ощущение, что действительно у человека немножко что-то не в порядке с головой. Хотя я прекрасно понимаю, Васильевна вообще дупля не нарезает в этой моде, что с чем сочетается, как его носить. Ну, вы же на природу вроде бы как ехали. Помнится мне, вы договаривались, никаких ресторанов кушать мы не будем, все сидят на диете, хотят похудеть. Речь про рестораны не шла. Конечно же, все закончилось совершенно по-другому, и тем не менее. Куда эта мамаша вырядилась, ребята? На природу, на скалы, на речку, в ресторанном платье. Красавица должна быть всегда при параде. Мало ли шо, який жоних нарисуется, а у ней свисток не намалеванный. Не-не, мамку сред ночи разбуди, она в нарядном платье. То, что подняками трошки пидвоня, то ничего страшного. Воно новое, воно стиранное. Помните все эти речуки и девизы Татьяны Васильевны, когда она гульнаски отсылала шматье свое вонючее? Поносит, раз пять-семь оденет, наденет, так, Анжелика, наденет. Воно не стиранное, кричала мамка, когда зрители ее упрекали, шо ж вы ношенные свои вещи отсылаете молодой женщиной. Воно новое. У бабы Тани, понятия свои. Сколько там вона его носила? Неважно. Главное, шо не стирала. А их шо не стирала, значит, воно новое. Ребята, то, как Севка их тащил по лестнице, чтобы они спустились и посмотрели на эту водичку, на эти скалы, на эту красоту, у меня сердце кровью обливалось. Как бы я ни относилась к Васильевне, сколько негатива в ее сторону, ни одна я испытываю. Ребята, ну вот у меня как-то по-другому. В голове пазлы складываются. Я в случае с херямой, уважения у меня к ней нет. Но старость, вот эта старость. Я всегда жалею старых людей. Вот какие бы они ни были, самые плохие, злые, с какими-то своими придурашенными завихрениями, понятиями, где-то мозги не работают, где-то характер дурацкий уже, да, проявляется. Но это старость, ребят. Кстати, не каждый из нас до нее доживет. Но и тем не менее, те, кто доживут, сами поймут, что это такое через мои руки. Прошло немало стариков. Я понимаю, о чем я говорю. Мне стариков всегда, ну вот просто жалко. Ну вот жалко. И когда Самвел заставлял просто спускаться по ступенькам, а их там очень много, и Надюху, и Васильевну, я хотела просто ему крикнуть, все восставь их в покое, ну пусть они посидят на той ступенечке. Ну куда? Ну нет силы, нет здоровья. У Нади вес сумасшедший. Ноги под весом искривлены. Искривлены просто уже колесо. Всему виной вес. Мать уже старая, немечна, больна. Такие сами ноги, ну не может она. Эти артрозы, эти страшные кости, суставы. Ну нафига, ну тебе надо, что ты заставляешь. И просто в приказном порядке. Вот спускайся и все. Мамка осталась, конечно, никуда. Она не пошла, посидела там на лесенке, на ступенечках. Нать-ка, чтоб зайчик любимый не сказав, буду выполнять. Не хотела, не хотела, но пошкандевала. Ну и что она? Ну увидела, она отискала. И что? А дальше? А назад? Теперь в горку нужно подниматься. Мамки в туалет. Боже мой. Ну вот так вот брать их с собой куда-то возить. Ребята, это же ужасно. Ну вот почему многие зрители говорят, пусть сидит дома. То, что памперсы, то ладно. Пять-десять минут проходит, як не срачка, то пердячка. А, туалет, давай, бегом. А если в туалет, то сразу же, ежесекундно, тут же, выньте и положьте. Вот дайте ей туалет. Девочки, подскажите в комментах, я не ошиблась, на противоположной стороне стоял вроде бы как туалетик этот сельский, из дощечек сбитый. Вот эта вот кибитка узенькая. Но я же видела, почему не сходить в туалет, я не могу понять. Зачем надо было садиться прямо под машину и обстыкать колеса? Ну вот, нет, то, что стыда, совести нет, я уже не удивлена. Ну, у мамы какой стыд и какая совесть. Ну, то, что люди вокруг, ну, то, что старость как-то. Ну, Самвел, ну ты же в другом возрасте, ты должен понимать, что это, ну, неприлично. Ну, там можно было, даже если не в туалет, уйти, высокая трава, какие-то там заросли, вот дальше пройти, пусть бы там где-то присело. Ребята, нет, стоят машины припаркованные под чужой машиной, так ты под своей уже посадил. Нет, под чужой машиной уже села, колеса обосцала, все, справилась. И ей пофиг, абсолютно спокойная, свои дела сделала, трава не расти, все. Едут в ресторан, так и в ресторан. Договаривались, договаривались, никаких жрачек, все на диете, так и в ресторан, да, голодный тетка, ребята, приехали. Красивые пейзажи, столик на свежем воздухе, скалистая местность, водопады, речушка, это все прям вот перед твоими глазами. Конечно же, все очень красиво, природа замечательная, просто живые картины разворачиваются перед зрителем. Заказали, конечно, очень много. Ребят, блюда не буду перечислять, но Васильевну все знаете, все подали Самвеллу и Коле. Ой, а вот это у меня такой салатик, все с печенкой, вот это у меня, это мой салатик. Да сиди уже молча, ну не тебе же подали. Ну, Коля заказывал, тебе, когда принесут, поставят перед тобой просто на тарелку, твою порцию, твой заказ. Не, буду тягнуть своими граблями через весь стол чужое блюдо, не дай Бог себя любимую обделить. Чи боятся, что голодные останутся. Я вот не понимаю. Ребят, начинаю с вами где-то соглашаться, когда вы миллион раз писали про деменцию. Я не думаю, что это деменция, но какие-то нарушения в мозгу происходят. Это уже по чуть-чуть как-то заметно. Ты же не голодная. Тебя кормят, как на убой. Жрет по четыре, по пять раз в день. Жрет в больших количествах. Ее никто не обделяет. И все равно дайте. Дайте, оце муе, дайте. Господи, как же это все неприятно. Принесли эту печень уже ей с печеным яблочком, с соусами. Ребята, она смела это за две минуты. Вот просто сожрала, Самвел не успел, камеру наколю на себя, показал эти блюда. Надя сидит, ждет свою рыбу. Мамаша уже все, уже доедает последние два кусочка. У Надюхи рыба, форель. И вот здесь, внимание. Я не поняла здесь ни Самвела, ни Надю. Как рассудить, кто прав, кто виноват? Но по поведению хочу сказать и, конечно же, выразить свое мнение. То есть дать свою оценку увиденному. Я так понимаю, что когда заказывали блюдо, делали заказ. Надя согласилась и дала добро на то, что она будет есть эту форель. Самвел сделал заказ. Минуточку. Деньги уплачены. Заказ сделан. Вот тебе принесли эту рыбу. Ты ждала, все ждала, шутила, шуточки, юморила. И когда Самвел перевел камеру на ее тарелку, она начала нервничать и психовать. Видите ли, Надя не хотела, чтобы зрители знали, что она здесь ест вот такая она, огромная рыба? Надя, да зрителям пофиг на тебя, на твою диету, на твою рыбу. Какая, вот, например, мне разница, что ты там ешь? Это же только твоя жизнь, твои эти калории, твой вес. Хочешь – ешь. Не хочешь – не ешь. Боже мой, Надюха, ты думаешь, что все прям так заморочились про твою рыбу? Да плевать нам вообще, что ты там ела и делала в том ресторане. Нет, ребята, она рассерчала. Бо Самвел снимая, я правильно поняла? Такая была причина. Самвел снимая, все, я ест и не буду. Отодвинула с такими нервами тарелку от себя, не буду, сказала. И как ее не уговаривали, Коля там пару слов сказал. И Самвел. Кстати, никто не стебался, никто над ней не шутил, никто не подкалывал. Я ничего такого не заметила. Но почему-то Надю клеванула. Я, честно вам признаюсь, впервые не поняла ее поведение. Мамка и тут свои пять копеек вставила, и давай прессовать эту Надю. Таишь, таишь, там можно таишь. Таишь, гроши заплатил, и ты заказала. Ребята, мне уже третье или четвертое видео Самвела хочется сказать только одну единственную фразу. Правда. Заткнись, блин. Тебе слова никто не давал. Сиди, жри свою печень с яблоком. Тупо заткнись. Какое твое собачье дело, что ты лезешь сюда? Есть какое-то вот взаимоотношение сейчас и здесь между Самвелом и Надей? Какая-то ситуация между ними с этой рыбой, съемкой, каким-то эмоциональным поведением Нади. Они сами разберутся. Чего ты гавкаешь постоянно? А это, ребята, еще раз скажу. Распущенность и вседозволенность везде вставлять свои пять копеек. Надюха еще как-то пуще начала злиться, просто сказала, не буду. Ну, Самвел уже делает скидку, говорит, ну, хорошо. Я так понимаю, Семка начал уже как-то сглаживать ситуацию. Возьмем домой, дома съедите. Я не буду, не буду и не хочу. Все, я сказала, не дотронусь и не буду. В конечном итоге она вообще встала из-за стола и ушла. Там был момент, я увидела, когда Самвел что-то снимал, но потом смонтировал. Вырезка была. Он что-то вырезал. Я подозреваю, там что-то ляпала мамка своим языком. Скорее всего, Надя психанула, вообще встала, ушла из-за стола. Девочки, мое мнение какое? Ну, воспитанные люди так себя не ведут, какая бы ситуация ни сложилась. Что бы ни произошло, тебя пригласили в ресторан. За тебя заплатили, тебе заказали, и ты дала свое добро. Вот это вот ключевой момент, на котором я акцентирую внимание. Ты сказала, да, буду есть, поэтому только заказали это блюдо. Потом ты отодвигаешь, ты швыряешь, ты психуешь и ставишь ультиматумы. Это достойно поведения, уважающие себя, женщины, дамы, возрастной? Да, конечно же, нет. Ну, конечно же, нет, ребят. Мамка сказала, я поняла ее, что она немножко слова неправильно подобрала, но я поняла, что сказала Васильевна. Вознеслась осыльна, королева яка. Как бы это грубо не звучало, ребят, я очень стараюсь. Я стараюсь изо всех сил быть объективной. Ни на чью сторону я не становлюсь. Но мне кажется, вот сейчас мамка права. Надя схватила где-то звезду. Вам не кажется? Что-то она сильно зазвездилась, потому что скинула 5 килограмм, потому что похорошела, потому что чуть-чуть похудела, немножко лицо уменьшилось, это правда. И действительно, давайте отметим, она действительно похорошела, Надя. Вот я на нее смотрела, когда она сидела в ресторане, она действительно очень хорошо выглядела. Это правда. Но только твое поведение, Надя, тебя абсолютно не красит. И я хочу еще напоследок сказать. Ты знаешь шубечку. У тебя очень много было таких стычек с ней. Ты много терпела в свой адрес грязи, помоев. И об тебя очень часто и густо вытирали ноги. И шубечка, и сам Вэл. И уже даже Коля начинает это делать. Ёрничать и подтрунивать над тобой, что я считаю недопустимо делать молодому мужчине с дамой вот таких лет, как Надя. Ты все это терпела. И ты сама себя так вела, что люди начали позволять себе на постоянной основе так с тобой обращаться. А что ты хотела? Вот, пожалуйста, результат. Сяду и поеду до дому, сказала Надя. Вот, Надюха. Это нужно было давно сделать. Хотя я очень сомневаюсь, что она сделает хоть какое-то телодвижение и громко хлопнет дверью, да? И покажет, что она тоже человек, прежде всего, с которым нужно считаться, уважать, какой-то пиетит все-таки держать по отношению к любому человеку. Она этого не сделает никогда. Но поведение в ресторане, ребята, Нади мне очень не понравилось. Ну, правда. Мне за нее было сейчас стыдно. Вот просто стыдно. Жду ваших комментариев.